Всех поклонников Laravel, а также по всей видимости поклонников LifeWire и Vault я приветствую на канале CutCode. Друзья в сегодняшнем ролике мы с вами займемся реализацией полиморфных комментариев и лайков с использованием инструмента LifeWire и заодно подтянем LifeWire Vault. В итоге у нас получится следующее. Вот они лайки, которые можно поставить либо убрать и они у нас также полиморфные не только для статей. И то же самое с комментариями, давайте попробуем что-то написать и также попробуем ответить. Как видим все работает, работает без перезагрузки. За это спасибо LifeWire и давайте не будем тянуть время и приступим к реализации. Погнали! Для начала давайте посмотрим, что у меня есть на старте. Так как простые вещи в виде модели, стандартные миграции, то что мы уже делали миллион раз, сейчас мы делать с вами не будем. Но для тех, у кого это вызывает сложности, заглядывайте в описание к этому ролику, будет ссылка на репозиторий, где вы сможете забрать код себе, либо просто посмотреть более внимательно на реализации. Итак, у нас есть моделька со статьей, в целом вот такая вот простая и за счет того, что у нас комментарии и лайки полиморфные, я вынес их в трейд. Трейд очень простой и по большему счету это просто отношения, MorphMany. Чтобы в дальнейшем я мог подключать еще в других сущностях и уже метод соотношением присутствовал. То же самое в плане трейда по лайкам. Самое основное это то, что у нас есть метод отношения, MorphMany. Двигаемся дальше. Сущность лайки простая, полиморфная модель, которая у нас также связана с пользователем. И то же самое по большему счету у нас с моделькой по комментариям. Единственное, у комментариев есть еще дочерние комментарии, как раз там, где мы отвечаем на комментарий. И давайте также быстро взглянем на миграции. Взглянем на лайки. У нас есть ключик к юзеру и дополнительно по полиморфным связям у нас два поля. Это Likeable ID и Likeable Type и Сахар, который сразу эти два поля создает. И также давайте посмотрим на комментарии. По большему счету все то же самое, только есть еще текст комментария. И помимо пользователя также есть Нулэбл связь на родительский комментарий. То есть либо он родитель, либо дочерний комментарий. С этим разобрались. Теперь давайте приступать. Друзья, движемся дальше. Всю динамику я убрал. Как видите, два состояния лайков и просто портянка с комментариями. Если взглянем на вьюху статьи, то увидим здесь вот такой блочок с комментариями. Tailwind плюс элементы из Moonshine UI. И также комментарии. Формочка отправить. Один комментарий и дополнительно вложенный комментарий. Дополнительно. Давайте установим Composer Require LifeWire LifeWire. Без этого никуда. И после того, как установим LifeWire, давайте также установим и Vault. Он нам пригодится. И мы прямо с него и начнем. Скажем так, разомнемся. Мы с лайков и с инструментом Vault. OK. LifeWire Vault. Погнали! Делать лайки. PHP, Artisan, Make, Vault. И давайте назовем компонент likes. OK. Видим, что компонент создан. Давайте сразу его откроем. Посмотрим, что у нас там внутри. Пока что вот такая пустая портянка, которую мы сейчас с вами оживим. Давайте сразу возьмем шаблон под лайки и перенесем в Vault компонент. Да, друзья, чуть было не забыл. Также необходимо сделать Vault Install. Иначе будут проблемы с расположением компонентов. Давайте сделаем PHP Artisan Vault Install. OK. После этого вернемся во вьюху шоу. И давайте сразу выведем на том же месте, только уже через компонент. LifeWire. Likes. Вернемся в браузер. Обновимся. И видим, что ничего не поменялось. Но теперь у нас грузится из Vault компонента. Возвращаемся в компонент. И давайте его оживлять. В целом, как вы помните из моего обзора, ну или если сами вникали в то, как работает Vault, то разработчики вдохновлены JS фреймворками, View, React. И поэтому все реализовано в одном Blade шаблоне. Сверху у нас логика, а снизу соответственно template. И переменные компонента, те данные, которые мы передаем в компонент, либо только объявляем внутри компонента, задаются с помощью функции State. Она у нас уже импортирована по дефолту. И давайте ею воспользуемся. Далее все внутренние перемены у нас будут объявляться внутри массива. Какие нам с вами здесь потребуются? Во-первых, нам потребуется статья. Ну или модель. Раз у нас лайки полиморфные, то давайте не будем привязываться к статье, а сделаем модул. Кстати, друзья, я уже прогонял этот урок самостоятельно. И до этого пытался сделать следующее, что у нас модул обязательный параметр. А далее указывал State, скажем, Count по дефолту 0. И Vault ломался. Была ошибка. То у нас вот в таком ключе задавать нельзя. Нужно указывать либо null, либо все стейты должны быть просто ключами. Поэтому пришлось сделать fork, сделать pull request. Как раз вот описание проблемы. Ошибка, которая выдавалась. Но в итоге пофиксил. Pull request смерge ли. И уже в новых версиях Vault этой проблемы нет. И вроде как я как раз обновился на новую версию. Поэтому заодно с вами проверим. Окей. У нас будет моделька. Она у нас обязательная. Давайте ее сразу и передадим. Окей. Модел. И наша статья. Вот так будет правильнее. Возвращаемся и думаем, что нам еще потребуется. Далее нам нужно указывать и менять, соответственно, количество лайков. Оно у нас динамическое и должно браться на основе стейта модул, который мы с вами передаем. Но если в данном случае мы с вами сделаем следующее. This. Model. Likes. Count. То получим ошибку. Так как модел у нас еще нет. В этот момент нужно реализовать через замыкание. Чтобы после инициализации стейтов, гидрации модели, она у нас нормально присутствовала. Поэтому необходимо сделать вот в таком ключе. И давайте также с вами организуем стейт. Лайкнул ли текущий пользователь статью или сущность, в которой он сейчас находится. Создадим еще лайкет стейт. И тоже через замыкание с вами сделаем проверку. This. Model. Likes. У нас в likes уже все отношения загружены. В данном случае там будет коллекция. И нам нужно в коллекции найти себя. Давайте сделаем first. Еще раз, для новичков это не запрос к базе. У нас уже готовая коллекция. И мы просто по ней делаем поиск. Проходимся по всем лайкам. И если у нас в этих лайках user.id. Это собственно мы, наша сессия. Тогда у нас в liked state вернется моделька. Что будет говорить о том, что мы уже лайкали. Если в методе first мы ничего не найдем, то у нас здесь будет null. Соответственно likes у нас моделька по лайкам. Полиморфная, где была связь с user.id. И на эту связь мы проверяем с текущей сессией. Я думаю здесь должно быть все понятно. Далее друзья, давайте выведем count. Сколько уже лайкали данную сущность. И также немножко изменим с вами иконку сердечком. То есть если лайкнули, она у нас заполненная. Если нет, то пустая. Окей. Если лайкнутая, то заполненная. А в противном случае outline будет только border. Супер. Давайте вернемся, обновимся. Посмотрим, что у нас там с вами происходит. Видим, что у нас осталось только одно сердечко. Пока что ноль лайков. Оно у нас не заполнено. В общем все вроде как правильно. Далее друзья, давайте сделаем событие клика. Чтобы когда мы кликали, у нас происходил либо лайк. Либо лайк отжимался, если мы уже лайкали до этого. Тут все так же как и в lifeWire. Wire. Клик. И далее наименование события. Давайте назовем его лайк. А теперь мы его с вами реализуем. Для этого необходимо сделать переменную. Которая у нас будет анонимной функцией. Окей. Далее мы ее сейчас с вами реализуем. И по клику будем попадать в тело этой функции. В которой будет происходить вся наша магия. Погнали. Для начала давайте сразу переключим состояние лайк. Тру. А уже чуть позже проверим, если это не так. И вернем фолст. Не вернем точнее, а переключим. Далее друзья, давайте создадим запись в базе. Кстати, отходя от темы, что касается вольта. Все таки признаюсь, мне пока что концепция не очень нравится. Что у нас в блейде мешанина и бэкэнд и фронтэнд логики. И кстати, кто смотрел, так же вышел Laravel Pulse. Я заглянул под капотом, в особенности в блейд. И там происходит что-то страшное. Инструмент конечно крутой. Но ощущение, что Laravel разработчики совершенно забили на логику в блейде. И в большинстве мест очень грязно. Мешают и PHP логику. И соответственно просто HTML вывод. Погнали. Итак, создаем лайк. Далее this. Model. Наши лайки. Только теперь обращаемся уже к объекту отношения. И делаем с вами не просто create, а делаем first or create. Зачем так? Чтобы мы с вами либо взяли лайк, который уже есть. Либо создали новый. Вот такой простой логикой мы с вами здесь будем двигаться. А проверять будем просто по одному полю user id. И соответственно наша сессия. Окей. А далее мы с вами делаем проверку. Если лайк был только что создан. Was recently created. Хотя давайте лучше пойдем от отрицания. Если он уже был у нас. Если мы воспользовались first. То есть нашли лайк. То мы его в данном случае с вами удалим. Окей. Давайте сделаем. Лайк. Делит. И соответственно наш state this like. Переключим false. Уже лайк был. Мы его с вами удалили. И отжали сердечко. Ну а соответственно в противном случае. Мы с вами просто возьмем. И сделаем count increment. Ну и исходя уже из этой логики. Понимаем что здесь забыли количество уменьшить. Окей. Похоже на правду. Давайте вернемся в наш проект. Обновимся. И увидим в первую очередь ошибку. А ошибка связана с тем. Что я забыл закрыть конструкцию. То есть я уже работая с вольтом. Настолько подумал что это у нас. JS что даже перестал ставить точку запятой. Уже минус. Согласитесь. Давайте возвращаться назад. Пробуем еще раз. Видим что теперь ошибки нет. Нажимаем лайк. Получаем минус один. Кто-то явно нахулиганил. Давайте вернемся и посмотрим. Так друзья. И я вижу что я ошибся. Допустил ошибку. Магия Laravel мне не сыграла на руку. Никакой ошибки я не получил. Но при этом сделал неправильную проверку. Давайте попробуем еще раз. И вот у нас один лайк. Обновимся. Все хорошо. Нажмем еще раз. Ноль. Все супер. Видим что лайки у нас работают. В целом малой кровью. Очень быстро. Но с небольшим недоверием к концепции вольта. Мы реализовали этот компонент. Двигаемся дальше. Далее друзья. Уже более интересно. Будем двигаться стандартным подходом. Будем просто использовать LifeWire 3. И реализуем полиморфные комментарии. Давайте вернемся к терминалу. И сделаем PHP Artisan Make LifeWire. И компонент давайте назовем Comments. Окей. Видим что все у нас успешно. Далее давайте его сразу выведем. LifeWire. Comments. И сразу передадим модельку с нашей статьей. Окей. Далее возьмем всю конструкцию. Всю вьюху отсюда. И перенесем ее с вами в компонент. Отлично. Но в данном случае мы с вами начнем с класса. И для начала реализуем основную логику. А потом ее уже перенесем во вьюху. LifeWire. Comments. Для начала друзья. Мы с вами передаем модельку. Давайте сразу укажем что мы ее ожидаем в методе Mount. Это такой местный конструкт в LifeWire. Mount. Опять таки. Здесь мы можем с вами указать Article. Если привязаны только к модельке. Можем указать Model, чтобы работать с разными моделями. Окей. И давайте сразу сделаем свойства. Protected. Model. Model. Окей. И в Mount мы присвоим. Model. Равно. Model. Чтобы IDE не ругался поставим void. И давайте думать что дальше нам потребуется. Так как мы работаем с вами с LifeWire 3. Уже мы не можем с вами по старинке делать байнды с моделькой во вьюху. Плюс у нас есть форма и все указывает на то что нам нужно создать класс формы. Давайте так и поступим. Откроем терминал. И насколько я помню это Make. Хотя вроде не Make а просто LifeWireForm. И название формы у нас с тобой будет CommentForm. Супер. С названием не ошибся. Сам класс у нас появился в директории там же LifeWireForms и CommentForm. Вот он у нас такой красавец. Пока что пустой. Давайте также вернемся сюда. Кстати сделаем не Protected, а Public, чтобы все было нормально у нас с видимостью во вьюхе. И также добавим Public, наш CommentForm и соответственно форма. Окей. Давайте переместимся в нашу формочку и немножко поработаем с ней. Тоже сделаем свойства с моделькой. И что еще важного у нас будет в нашей форме по комментариям. Конечно же это сообщение. Поэтому давайте создадим такое свойство. Оно у нас будет также Public, String, Message. И по умолчанию пусто. Давайте работать с валидацией через PHP атрибуты. Мне PHP атрибуты нравятся. И будем их использовать. Сделаем валидацию. И укажем с вами что у нас Required. И пусть будет минимум 5 символов. Вот в таком ключе. Что еще у нас с вами будет в формочке? У нас также будет родительский комментарий. Если мы нажмем под каким-то комментарием ответить. То нам нужно передавать ID родительского комментария. Поэтому давайте создадим Public. У нас будет с вами либо null, либо int. То есть либо он есть у нас, либо его нет. И пусть будет CommentId и по Default to null. Окей. Далее друзья. Чтобы удобно работать и полностью вынести нашу логику в формочку. Давайте передадим в эту форму модель. Для этого сделаем метод Public.SetModel. Соответственно. Здесь мы ее с вами передаем. И далее присваиваем. Пусть будет void. Также мы можем с вами сразу сделать метод по CommentId. Когда будем присваивать, точнее отвечать на комментарий. Чтобы у нас ID указывала. Пусть будет CommentId. И передаем int либо null. CommentId и по Default to null. Чтобы мы могли просто вызвать этот метод. И сбросить то, на какой комментарий мы с вами отвечаем. Так. CommentId. Ну и самое интересное. Основа нашей формы. Это логика сохранения. Давайте создадим метод Save. Либо Store. Пусть будет Store. Ок. Тоже void. И в первую очередь мы сделаем валидацию. Она у нас присутствует. На основе PHP атрибута. В данном случае с месседжем. И далее мы с вами должны будем создать комментарий. This. Model. Далее у нас с вами объект отношения. Это Comments. И выполняем просто Create. Ок. Само собой. UserId. То написал комментарий. И здесь мы просто берем сессию текущего пользователя. Его ID. Далее мы указываем с вами родительский комментарий. Из CommentId. Если он есть. Либо null. И у нас комментарий является сам родительским. И далее это сообщение комментария. This. Message. Супер. Комментарий создали. Провалидировали. И после успешного создания. Давайте сделаем ресет формы. И очистим с вами Message. И соответственно CommentId. Чтобы была возможность написать еще один комментарий. И старое сообщение. И то на какой комментарий мы с вами отвечали. У нас очищалось. И на мой взгляд. Если мы ничего не упустили. То с формочкой у нас все. Давайте возвращаться в основной компонент. И думать чего у нас здесь не хватает. Итак. Мы в Маунте. И соответственно в компоненте. Передаем с вами модельку. В данном случае со статьей. И давайте ее присвоим к форме. This. Form. SetModel. Наша моделька. И в компоненте. И в форме. Теперь моделька у нас есть. Далее. Для удобства. Давайте также создадим метод Store. И здесь. В котором мы будем просто вызывать метод Store из формы. В целом можно было бы то же самое сделать и сразу в Блейде. Но пускай будет так. Так же друзья. Давайте сделаем сразу же метод Answer. Когда мы будем нажимать с вами на кнопочку ответить. Мы будем задавать с вами родительский comment ID. Давайте сделаем ID. По умолчанию null. Так же void. И просто указываем this. Form. SetCommentID. И то что мы с вами там передаем. Либо отмена. Либо указываем кому мы будем отвечать. Чтобы глаза нам не мозолил метод. Давайте вернем ViewContract. И теперь друзья. Самое важное. Это реализовать получение комментариев. И соответственно отправку их в BladeView. Для этого давайте создадим также метод. И поставим атрибут computed. У нас это будет вычисляемый параметр. Чтобы у нас процесс был оптимизирован. Если в будущем также мы захотим. То мы смогли с вами этот момент закэшировать. И мы с вами здесь вернем. This. Model. Соответственно. Comments. Не сразу коллекцию. А объект соотношением. И дальше поработаем немножко с query builder. Поставим very null. Вернем только коллекцию родительских комментариев. А уже внутри будем там где есть получать дочерний. Давайте укажем comment ID. Тем самым получим только родительские. И дальше давайте сделаем eager load. Что нам с вами там потребуется. У нас будет автор. Пользователь. Давайте возьмем. И соответственно все дочерние комментарии. А поскольку берем дочерние. То и автор у дочерних. И далее получаем коллекцию метод get. Давайте также передадим все комментарии во вьюху. Comments. This. Comments. Ну и как я говорил ранее. Поставим атрибут что они у нас вычисляемые. Супер. И по-моему у нас по вьюхе все. Если ничего не сломается. То должно работать. Давайте переместимся теперь в саму вьюшку. В наш blade файл. И будем ее с вами оживлять. Давайте оживлять. И я предлагаю для начала взять карточку с комментарием. И вынести ее в отдельный партел. Давайте создадим. Директорию пусть это будет shared. И внутри создадим blade comment. Возьмем саму карточку. Перенесем. И здесь немножко добавим с вами логики. Во-первых давайте добавим wire key. Чтобы у нас был ключик на каждом элементе комментария. И не возникали никакие конфликты. Окей. И это у нас будет comment id. Супер. У нас здесь также есть атрибут style. С margin left. Это нужно для того что если у нас комментарий дочерний. Чтобы был отступ и было видно что он собственно дочерний. Поэтому давайте сделаем if comment comment id. Если у нас comment id задан. То есть это дочерний комментарий. То мы этот style с вами выводим. Далее друзья аватарка пользователя. Так как на этом проекте аватарок нет. Но я взял с сервиса ui avatars по API. На основе имени мы будем генерировать темплейт с аватаркой. Давайте передадим в name. Comment. User. Соответственно name. И давайте также перенесем в alt. И вот сюда. Далее друзья у нас дата написания комментария. Давайте также ее выведем. Это у нас created add. И формат пусть будет dm y и часы минуты. Окей. Похож на правду. И самое основное это соответственно сам текст комментария. Comment. Текст. Окей. Возвращаемся в основной компонент. И у нас также есть кнопочка ответить. Но она у нас есть не везде. Только у родительских комментариев. Давайте ее выведем. Тоже сделаем проверку. Только соответственно если у нас null. И дальше нас ждет кнопочка ответить. И мы ее с вами можем сразу оживить. Так как метод answer у нас уже есть. Давайте сделаем. Wire. Клик. И далее answer. И как помним нам нужно передать с вами ID родительского комментария. То есть comment id. Окей. Похоже на правду. Да. Возможно возникнут ошибки в процессе. Но ничего страшного. Мы с вами их пофиксим. Возвращаемся в основной компонент. И карточки мы можем с вами убирать. Оставим divider чтобы помнить. Так у нас здесь есть еще одна. И давайте сделаем с вами цикл со всеми комментариями. For each comments as comment. Внутри соответственно у нас include. Livewire comment. И передаем комментарий. Comment. Далее друзья. Внутри делаем с вами проверку. Если у текущего комментария есть комментарии дочерние. Да. У нас есть коллекция. Мы уже ее добавили в eager load. И давайте проверим. Is not empty. Да. Вот такая проверка в коллекции. И далее мы с вами тоже делаем for each. Только теперь все дочерние комментарии. А переменную давайте с вами назовем child. Ну или так как вам нравится. И внутри тот же самый include. Только comment у нас другая переменная. И как раз я оставил divider чтобы не забыть. И почти забыл. Давайте вот здесь перед циклом мы его с вами добавим. Вывод комментариев похож на правду. Нам с вами осталось оживить саму формочку. Но с ней вообще у нас не возникнет я думаю никаких проблем. Что нам требуется сделать. Во-первых поставить что при submit мы будем вызывать с вами метод store. Давайте wire submit. Соответственно store. Далее у нас с вами текст area. Нам нужно сделать связывание с переменной. Делается это с помощью wire model. И мы с вами указываем что у нас это переменная формы. И соответственно idea нам подсказывает message. Далее кнопочка отправить. Мне она не нравится отправить. Давайте ее немного с вами переименуем. И сделаем следующее. Если у нас форм comment id задан. То мы напишем ответить. А в противном случае пусть будет написать. Пойдет. Ну и напоследок собственно логика с ответами. Мы уже с вами реализовали ее в комментарии. Что у нас есть. Да кнопочка ответить. И также нам нужно указать здесь что мы кому-то отвечаем. И если что могли сбросить. Не отвечаем. А пишем основной комментарий. Давайте этот момент с вами реализуем. Для этого сделаем проверку. Если форм comment id. То в таком случае мы с вами будем выводить кнопочку. Давайте ее скопируем. Только не форм button. А давайте использовать просто обычную кнопку link button. И соответственно напишем. Давайте пусть будет отмена. Либо не знаем. Пусть будет вот так вот крестик. То есть мы с вами кому-то отвечаем. Но хотим сбросить. А для этого на we're click. Повесим answer. И укажем null. А в принципе у нас null по дефолту. Поэтому можем просто оставить вот так вот метод. Давайте скрестим пальцы. И посмотрим что у нас там получилось. Получилось ли с первого раза вот так вслепую все оживить. Обновимся. И видим что ошибок никаких нет. Из базы появились уже комментарии. Которые я вам показывал. В самом начале урока. Давайте я их быстро удалю. И поиграемся с нуля. Вуаля. Попросил своего ассистента по волшебству. Почистить комментарии. Комментариев больше нет. И давайте создадим новый. Давайте напишем привет. Супер. Комментарий появляется. Давайте на него же ответим. Как видите появляется крестик. Говорящий нам о том что мы кому-то отвечаем. Но эту логику визуально вы уже можете у себя изменить. Нажмем крестик. Снова написать. Давайте все таки ответим. И напишем привет. Но с восклицательным знаком. Ответить. И видим что у нас появляется ответ. Дочерний комментарий. Вот он у нас здесь. Кнопки ответить нет. Все у нас отлично работает. Обновляемся. Все так же супер. LifeWire нам помог. Без вообще малейшего GS кода. Реализовать и бэкэнд и фронтэнд логику. Также поигрались с вами с вольт компонентом. И получилась вот такая вот красота. Да дополнительно еще. Рекомендую вам взять скажем вьюху шоу. И сделать лайки и комментарии закрыты условиям авторизации. Так как у нас там всегда присутствует сессия. У нас все основано на пользователе. И вам также нужно либо скрывать. Либо дописать логику. Что если не авторизован. То написать комментарий либо кликнуть не может. Но тут уже все зависит от того что вам требуется. А на этом друзья все. Спасибо вам за просмотр. Репозиторий ищите в описании. Я буду также искать ваш лайк и комментарий под этим роликом. Это крайне важно. Сразу говорю вам за это огромное спасибо. И еще раз говорю спасибо за просмотр. И как обычно увидимся в следующем ролике на канале КатКот. КатКот.